короче мы летим в мурманск и я хотел спросить нас довезла саша мы летим до мурманск жена тоже моя нас довезла саша вообще спасибо тебе большое реально ты крутая у тебя тачка крутая тоже я в шереметьево часто бываю прилетаю если что может забирать и довозить очень кстати выгодно это наоборот вообще мне никто ничего не должен но в шереметьево я часто хорошо ну с нас рыба тогда нам проще откупиться рыбой и мы даст хорошо вопрос такой саша полетели мурманск с нами как я понял и значит смотри вообще скажи в трех словах что то что летим мурманск и там не было ты со ставрополя но с юга короче да и что это медведи минус 50 медведи по городу очень-очень-очень-очень где-то далеко все класс ребят но мы и дальше я вам покажу что что такое мурманск будет экскурсия все пока все летом летят на юг сочи киеве крылья турция еще что-то так а мы ломаем систему мы летим в мурманск решили сломать эту систему друзья поэтому ждем рейс в мурманск будем отдыхать смотреть на море купаться не грязь будем просто смотреть на море на залив кольский есть рыбу ну что мы приехали в мурманск да не спали всю ночь вообще честно говоря ничего не хочется за 6 утра хочется спать и на найти ринолог черный немножко о мурманске сейчас пол второго ночи на улице как вы видите светло ну лето лето оно такое в то это уже немножко даже темнеет ну так скажем совсем чуть-чуть и вот такая поездка в мурманск поездка за полярный край интересная поездка много что меня связывается там го с этим городом я тут вырос на самом деле очень такой интересный и своеобразный необычный город почему объясню потому что знаете есть города это же не я люблю в россию как бы все классная страна есть города где они такие молчаливые но нету какой-то индивидуальности у них нету какой-то глубокой истории там давним не да просто вот город на ровном месте ну там конечно есть своя история да есть свои переживания у людей но именно он вот однотипные вот про мурманск трудно это сказать потому что у него есть свои скажем даже начиная от ландшафта свой такой такая своя эргономика такое слово дизайн конечно не уместно но тем не менее интересно интересно то что это такой город своеобразный очень красиво здесь необычно пришли женой на озеро купили рыбу такая рыба называется ерш что взяли квас лимонад рыбу вот сидим на озере озеро называется питьевой очень чистая вода кстати прям очень реально можно посмотреть да главное сейчас выпьем кваса полезем купаться до так ну что делать будем с вами что делать будет команду полетели москву с нами вылет в пятницу в 16.00 в аэропорту встречаются они лапами лапами смотри как шевелят смешно вы не злые же не агрессивные они поругались где поругались это муж с женой походу друзья доброй ночи всем хотя я понимаю трудно в это поверь поверить сейчас при виде меня и такой картинки за окном вот хотя на самом деле сейчас ночь и я не обманываю на часах 12 часов вот вовремя мы уехали из москвы я знаю то что там дожди и грозы молнии сверкает у нас солнце и мы думаю может пойти гулять потому что ну конечно единственный вопрос сейчас на самом деле вообще как спать потому что вот так вот так будет вот так будет в час ночи в два и в три в три уже солнце вылезет я думаю поэтому город очень вообще такая тишина аж честно говоря не по себе немножко как будто город вообще или уехал куда-то эвакуировался или просто вы найти какой-то просто заброшенный город но на самом деле очень такое необычное чувство вот так что мы сидим просто и радуемся вообще раньше здесь ночью во времена ссср конечно я этого не помню хоть я родился восемьдесят восьмом году но я не помню этого всего здесь был порт здесь было если не ошибаюсь 11 флотов я ехал с таксистом который уже такой дядька взрослый и он мне рассказывал говорит здесь было 11 флотов это то есть действующий был порт люди скажем люди сюда инвестировали людям то давали квартиру от моим родителям дали здесь квартиру здесь жизнь кипела то есть было население 600 тысяч человек жизнь кипела люди сюда ехали потому что здесь были финансы здесь была работа здесь были рабочие места сейчас все это конечно умерла то есть я порт развалился что-то в частной руки досталось ну бизнес как бы это нормально и люди отсюда начали уезжать население сократилось вдвое сейчас до 300 тысяч летом я понимаю что я иду очень город как будто вымер но тишина пустота знаете вот даже где-то чуть печально от этого время 23 04 дубль 2 мы вышли ну смысле дубль 2 что мы пошли гулять второй раза сегодня первую мы не дошли точнее дошли но не не погуляли и решили в 11 часов вечера теперь пойти гулять мы идем по горе дураков гора дураков и живем здесь же да помимо того что будут идем мы живем на самом деле я не вкладываю значение какого-то в это название потому что это название произошло оттуда что вот здесь вот то что вы видите вот здесь не вот вот эти дома их не было здесь вот и этот дом их не было здесь и когда их построили и мы были только внизу там дома если видно внизу и когда их построили и люди начали покупать здесь дома их называли дураками потому что сюда автобусы не ходили надо было пешком вот сейчас вот это гора то есть вот это все дальше ниже ниже туда надо было пешком спускаться вниз вот из-за этого этих людей начали называть дураками вот но потом когда заходили сюда автобус этот район обжился уже не считают их таковыми потому что здесь очень удобно такая скажем выгодная территориальная позиция просто тебя просматривается весь город красивый вид а вниз принципе можно спуститься или по лесенке или на машине если есть это не такая уж и проблема вот так вот принципе вот таким образом идет спуск такими крутыми ступеньками вот что можно боится камеру как змею по моему муж просто меня замучил да муж замучил муж плохой ну знаете как семье живет уже у нас третий член семьи это вот эта маленькая камера гопру знаете вот как в обычной семье муж плохой ну а жена хорошая вот самое знаете что да 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 жена отличная а муж вообще просто я не знаю только что все он не наоборот да только и до этого да а до этого конечно был я плохой она хорошая вот солнце прям до в 11 вечера нереально 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 там так виднеется памятник алёша такой да необычный вид вот немножко поездки то есть мы здесь приехали мы на четыре дня женой вот климат конечно друзья климат это что-то климат все лето светло все лето светло всю зиму темного напрягает я его это напрягает на самом деле когда ты живешь здесь ты уже этого не замечаешь когда ты пожил другом городе приезжай сюда и понимаешь что вот сейчас два часа ночи ходи гуляй ну правда пусто на улице немножко так не по себе потому что тихо пусто и светло ну так необычно вот но климат особенный до заполярье ну вот вот такой город вот здесь очень на самом деле много красивых мест рядом есть такая да деревня мы туда ездили вы можете посмотреть будет там отдельное видео мне на канале есть про поездку в тириберку вот это выезд выход к баринцево морю скажем ну такое необычное место вот там можете посмотреть не буду с ним рассказывать здесь есть полуостров рыбачий тоже подобное необычное место здесь есть вообще очень если выехать за город тут одна тундра эти своеобразная романтика такая то есть тундра олени зайцы можно пойти не знаю там на охоту на рыбалку здесь этого очень много грибы и там охота рыбалка все это есть вообще в большом количестве пожалуйста вот рядом тут финляндия норвегия как бы вот можно прям очень быстро доехать километров 50 или 80 до финляндии вот еще близко вот памятник алёша там вдалеке мы как-то женой там гуляли правда видео у меня нету видос когда я не снял вот да не на что было на телефон не хотелось вот порт нам далеке виднеется не знаю насколько видно хорошо вот так что там работает двигается хотя да вот какие-то там события происходят но знаете думаю если бы тут кипела жизнь в порту люди бы сюда поехали вот я знаю то что тут нашли какое-то месторождение там газовое или нефтяное как бы не вдавался в подробности хотя вот интересно но как люди говорят опять же что если сейчас это пойдет то люди сюда поедут люди поедут будет инвестироваться финансы хотя я вижу что здесь строится знаете как бы не было печально как бы отсюда люди не выезжали здесь строят развязки здесь строят дома даже строят а там несколько домов новых и я так понимаю не просто также строят ожидать значит вот но тем не менее пока пока все в процессе и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok